Сегодня мы поговорим про клещей, но не про вот этих клещей, которые на экране, про которые все знают, те, которые сосут кровь, то есть их содовых клещей, а мы поговорим о клещах, о которых мало кто догадывается, о перьевых клещах. Вот перышки на просвет, крыла, живут они на маховых перьях, на орудьевых, на контурных, их может быть довольно много. Определить их достаточно легко, если птичка у вас в руках, вот достаточно просто посмотреть на просвет, на лампу, и, соответственно, вы увидите их в виде таких маленьких точечек, вот как было на первой фотографии. Дальше, если они есть, то их уже можно собирать под бинокуляром и изучать, что, в общем-то, ученые их делают. Теперь давайте посмотрим поближе, что видно в бинокуляр. Если посмотреть с нижней стороны на маховые перья, то мы увидим вот такие вот коридорчики, которые образованы бородками, пера, вот сейчас я покажу иголочкой, вот видно, да, отходят от ствола, пера, вот такие крупные стволики, от них мелкие бородки. И в этих коридорчиках сидят клещи. В основном они сидят ближе к самому стволу, потому что здесь самое надежное место, где наверняка ветер не сдует во время полета птицы. Видите, вот мне немножко шевелятся эти клещи. Сейчас зима, птичка попала ко мне в руки совершенно случайно. Наш местный кот Василий принес подарок. Наверное, за то, что его кормят. Это он словил зарянку и притащил ее на факультет, но, к сожалению, придавил. Но зато у нас появилась возможность рассмотреть все поближе. Вот видно, сидят над верхней части кадра сидят нимфы перьевых клещей. Взрослых сейчас мало, потому что для них неблагоприятные условия. Вообще, время эмиграции, зимовка в таких вот неблагоприятных условиях, в низких температурах, конечно, для клещей не очень подходят. Поэтому пережидают они неблагоприятные условия на стадиях нимфы или личинки, где можно, благодаря маленьким размерам, получше спрятаться. Питаются они, понятно, не кровью. Питаются они жировой смазкой, которой птички мажут перья. Ну и, кроме того, могут грызть само перо, ну, может быть, еще какие-то микроскопические грибы, которые попадают на перья птиц. Ну, а вот на экране перед нами самка клеща рода Проктофилодес. Я ее согнал иголочкой с насиженного места, чтобы она немножко попозировала. И вот, посмотрите на форму тела. Форма тела вытянутая для того, чтобы можно было спрятаться, надежно спрятаться вот в этом коридорчике, образованном бородками. И в то же время, благодаря мудринне, такой, не могут достигать определенных размеров. Глаз у клещей этих нет. Они им, в принципе, не нужны. Они далеко куда-то не ползают. Сидят на одном перышке. Вместо глаз они ориентируются в окружающем пространстве благодаря многочисленным щетинкам, которые покрывают их тело. То есть щетинки касаются окружающих стенок. И благодаря этому они представляют, что же происходит вокруг них. Это мы посмотрели с вами видео. А теперь давайте посмотрим чуть-чуть увеличенную картинку, как эти клещи выглядят под микроскопом. Вот это самец перьевого клеща. Ну, одного из видов перьевых клещей. Это самец. Обратите внимание, сзади у него мощные такие вот лопасти. И плюс есть присоски, благодаря которым он может удерживать самку во время размножения. Потому что тяжело ее удержать и не потерять во время полета. А вот это вот перед нами самка. Видите, она сзади не имеет никаких выросток. Ну, и есть еще ряд клещей, которые живут не с нижней стороны пера, а с верхней стороны пера. Это род Труисартия. И вот как раз увеличенная картинка. Посмотрите, как она выглядит. Ну, в принципе, все клещи разные. Перевые клещи приспособлены к обитанию на определенном хозяине. И поэтому считается, что если взять количество всех птиц, которые существуют, умножить на два, то есть приблизительно столько и будет перьевых клещей. То есть, в принципе, работы для зоологов еще хватит на долгие-долгие годы. Продолжение следует...